Я хотел задать, вот вчера на заседании следственной комиссии в парламенте по расследованию обстоятельств 44-дневной войны депутат отправившей партии Армена Хачатьян задал вопрос премьер-министра Армении Николу Пашняну, что можно ли было предотвратить войну 44-дневную 2020 года и отметил, что там Азербайджан и Турция хотели войну, а Россия хотела усилить влияние в регионе, разместить своих военных на горном Карабахе. Но Никол Пашнян ответил, что лишь за счет односторонних уступок можно было предотвратить войну и при этом никак не прокомментировал роль России. Теперь хочется все-таки понять, какую роль играла Россия в событиях 2020 года, потому что эта тема очень много обсуждается в армянских Союзах. А кто не прокомментировал роль России? Никол Пашнян, он просто ответил, что надо было нам идти на односторонние уступки, при этом никак не прокомментировав то, что сама Россия якобы хотела войну. Я думаю, что это, я предполагаю, что это сделано, потому что роль России зафиксирована документально, в соответствующем документе, письменном, под которым стоят подписи и Армении, и Азербайджана. И эта роль никаким образом не может подвергаться никаким сомнениям, потому что она, еще раз говорю, была подтверждена непосредственно конфликтующими сторонами. И по этому вопросу был достигнут абсолютный консенсус. Я уже отвечала на похожий вопрос на прошлом брифинге относительно расследования обстоятельств 44-дневной войны осенью 2020 года. Еще раз повторю, это внутреннее дело самой Армении. Все вопросы, которые задавались премьер-министру Армении, задавались именно в контексте проводящихся внутренних расследований, дебатов, попыток найти истину и так далее. Это внутреннее дело Армении. Если есть попытки найти какой-то злой умысел России, ну это от лукавого, это ложный посыл, это просто дезинформация чистой воды. Еще раз на каждые подобные заходы можно отвечать цитатой из документа, под которым стоят подписи Армении и Азербайджана. Именно Россия и лично президенты России остановили кровопролитие, а введенный в Карабах российский миротворческий контингент обеспечивает режим прекращения огня. Еще один вопрос. На тех же слушаниях в парламенте Никол Пашнян заявил, что у Армении были некоторые виды вооружения, права на которые принадлежали Еревану не полностью, не полноценно. Учитывая, что единственным поставщиком тяжелого вида вооружения ракетных комплексов Армении является Россия, а в этой связи очень часто муссируются темы ракетных комплексов Искандер, хочется понять, что действительно ли Россия при продаже давала Армении какие-либо ограничения на применение этих средств для обеспечения своей защиты? Вы знаете, это вопрос к нашему оборонному ведомству и тем конкретным подведомственным структурам Минобороны, которые заключают контракты, поставляют вооружение. Это не вопрос компетенции Министерства иностранных дел.